всех приветствую любители вязания подписчики гости канала и я собралась вязать с нут в три сложения так как ниточку меня ализе лана gold и буду вязать нут я градиентом поэтому мне понадобится три раза менять ниточку поэтому вяжу в 3 ниточки и как это сделать от одного клубка это очень удобно потому что мы можем легко докупить пряжу то есть не покупать ее впрок если у кого-то нет такой возможности да и поэтому такой способ как раз нам будет удобен да и вообще в принципе с собой брать куда-то я очень часто беру вязание собой поэтому мне один клубок в мои три сложения когда мне надо да очень удобно не таскать собой по три по два есть на самом деле несколько способов на один самый-самый такой причем ничего не заметно и самый такой удобный и сама запоминающийся наверное вот конец нити я покажу сначала в маленьком маленькую но то чтобы чтобы все уместилось камеру в такой вариант маленький мы возьмем вот кончик нити чтобы весь смысл сам донести потом я вообще отматываю метров пять и беру вот эту точку метров пять я отмотала беру вот эту точку и прикладываю ее простите так вот эту точку прикладываю к началу нити вот у нас получилось три ниточки давайте перед теперь увеличу это все и покажу как добавлять потом когда кончилась у нас вот эта ниточка в три сложения вот или здесь вот сложили да и вот так дальше потянули здесь в 2 получилось и 1 давайте просто по быстрому сейчас не значит что-нибудь повяжем просто мне важно вам показать как ее дальше потом продлить вот это сложение в 3 нити и как расчет мне для снуду как раз сейчас надо будет в три сложения поэтому решил показать чуть-чуть повяжем снова буду вязать для своей красивой любимой снохи и лапочки так вот смотрите теперь у нас в допустим ниточка кончается даже если мы провязали одну две петельки 3 остановитесь вот остался хвостик такой или побольше неважно я захожу внутрь держу вверху что вот это одна которая ниточка у меня была ниже вот так вот я пальчиками расширяю и подхватываю эту ниточку и вытягиваю и вот это вот который идет от клубка вот это вот вот это я ее тяну я обычно делаю метров пять или десять вначале делал покороче метров 5 а потом я отматываю прямо на диван кидаю и вот так потом в эту сторону потом сюда метра два сюда метра два вот такими отрезками кидаю и по дивану встаю я это стою делаю и много-много сразу себе делаю хотят не обязательно делать это я так и смотрите какой приятный перехлёст вот здесь получается его совсем куда кому я показываю да вот этот приятный перехлёст его абсолютно вообще не видно то есть вот мы когда вошли у нее и наши 3 опять получается считаете три нити и опять все это потом я также стоя стою все это аккуратненько вот так вот сначала на одну сторону на правую накладываю вот так все это ну это я говорю так как как я делаю как вам удобно так и делайте и так как у меня большой хвост остается там метров 10-15 по разному потом это обратно наматываю на клубок и уже вижу спокойно в 3 нити опять закончилась нить еще раз показываю для удобства я беру сверху вот этот такой вот двойная которая у нас да вот смысле замкнутая вот через в эту замкнутую вхожу подхватываю ниточку и тяну вот если разотянуть развернуть вот от клубочка я вот эту много-много опять выкидываю на диван себе у меня рядом с вязальным местом диван и мне у меня такая ну чтобы не на полу это делать потому что пыль на полу бывает часто и вот так вот ее много-много-много раскидываю опять раскидываю и опять вместе складываю вправо чтобы мне все это но с дивана убрать и вот так вот это легко опять вяжется опять закончилась нитка опять который у нас закольцовано кстати если пряжа какая-то с махером может быть там какая-то нежная очень поаккуратнее вот это место тяните потому что вот это серединка может перетянуться у меня так было я вижу сейчас варежки градиентом тоже ей тоже мои снохи я так вот что-то увлеклась кидаю на диван кидаю кидаю вот эту ниточку и у меня вот здесь оборвалась но я конечно все это сделала не видно все это убралась ниточки но тем не менее как бы не очень хорошо и вот таким способом опять у нас три нити очень легко замечательно есть способ 4 нити в 5 6 я покажу это позже по мере того когда мы будем к этому подходить то есть у меня канал до для начинающих от простого к сложному идем поэтому пользуйтесь очень-очень удобно и как раз сейчас буду записывать снуд с градиентом как раз вы там все это увидите желаю всем приятных красивых петелек ставьте лайки поддержите меня я больше месяца только как открыла свой канал пошел второй месяц и эти лайки вы не представляете или комментарии как они вдохновляют вообще спасибо вам за комментарии вы очень добрые очень теплые порой читаешь комментарии на душе становится так весело не пыталась вчера не вернее была очень заняты не хотела вчера вязать потом начиталась комментариев вдохновилась и начала вязать варежки заново но снова то тоже и записывать так что ждите впереди варежки и снуд с вами была настя пока пока